Кличевский фермер Виктор Артемьев придерживается принципов органического земледелия в сельском хозяйстве и ответственного отношения к делу в вопросах воспитания подрастающего поколения. Когда 12-летний Андрей Артемьев решил собирать деньги на новый велосипед, добрый дедушка сказал внуку, а давай лучше заработаем. Так школьник получил на каникулах собственный сельхозпроект – выращивание уток. Утки растут, мальчику интересно, а Виктор Петрович планирует расширение семейного фермерского хозяйства. Два раза в день Виктор и Андрей Артемьевы отправляются из Кличева в деревню Константов на маленькую утиную ферму. Она должна уплатить в жизнь летнюю мечту 12-летнего школьника – заработать собственные деньги. Дедушка-фермер выступил генератором идей. Перебирали варианты кролики-утки, решили утки. У нас на территории фермерского хозяйства есть такая копанка. Мы ее огородили, использовали старые конные рамы, нам их отдал детский садик Кличевский. Не на утилизацию, а на положительное использование. Поставили вот эти, будем говорить, праздничные утятницы и купили уток. Семейный сельский проект – это совсем не значит, что все делает дедушка. А внук наблюдают и готовится тратить деньги от реализации. Внук вполне справляется и, будем говорить, он несет на себе большую часть забот об птице, чем я. Ну, направляю, подсказываю, плечо подставляю. У нас хороший тандем получился. Оказалось, что птицеводческое дело парню по душе. Он выпускает уток на прогулке в озерцо и пока утки чистят перышки. На солнечном пляже Андрей сам готовит еду для птицы и разносит по птичникам. Ну, мне очень нравятся утки, они прикольные. Мне нравится их растить. А сложно это дело? Ну, нужно каждый день приезжать, утром и вечером выгуливать. Ну, можно сказать, что средний такой. Похоже, в семье Артемьевых подрастает новый фермер. Ведь мальчик не хомячка себе завел. На его иждивении 10 старших уток и 21 помладше. Покупали, конечно, три десятка, а одна – хорошему покупателю за крупную партию. Мне нравится работать в сельском хозяйстве. Может, я буду такой, как дедушка. Честно? Да. Родители и дедушка стремятся воспитать в ребенке ответственность. Надо детям разрешать доверять гораздо больше, чем принято. И не забывать, что кроме прав у детей есть еще и обязанности. Вот. И если родители работают, работают и дети. Что ж, птицеводство – прибыльный бизнес. Птица быстро растет и набирает вес. Вопрос трансформации уток в диетическое мясо с ребенком обсуждается. Это вопрос педагогики и этики, считает дедушка. И в конце концов, это жизнь. Будет день, будет пища, будет мясо, точнее, птица. Ну и мечта внука заработать на мечту осуществляется. Между тем, сельскохозяйственный сезон продолжается. В Константа арт будут убирать ячмень. А пока радуются тому, что уродил чеснок. И выкапывают последнее на семена. Вот такой вот небольшой чеснок, ну как семена для посадки. Это нормальный чеснок. На этот сезон у сельчан было немало нареканий. То запоздалая весна, то летняя жара, то ночи холодные, то ливни обильные. Но Артемьев не склонен предъявлять претензии небесной канцелярии. Что-то хорошо растет, что-то лучше растет, чем в прошлом году. Что-то вообще просто замечательно. Нет, я не могу не радоваться этому сезону. Хороший сезон. Этой весной в фермерских теплицах выросли отличные ранние огурцы. Теперь же там растут бахчевые, дыни-арбузы, а также экзотическая луфа, тыква, из которой получается натуральная мочалка. Слово «натуральное» – ключевое для фермерского хозяйства Константа арт. Здесь придерживаются принципов органического земледелия. Не на химии и ядах, а на органике. Сейчас хозяйство принимает участие в конкурсе «Экологически дружественный фермер Беларуси». Самое главное, что эти утки живут, считайте, на природе. Целые имеют возможность постоянно быть в воде, в водоеме. Питание у них выращено на территории фермерского хозяйства. То есть фактически выполняются условия органического птицеводства. А планы на новый сезон у Артемьева-младшего – купить еще больше уток следующим летом. И уже на новеньком велосипеде приезжать самому в деревню кормить птицу два раза в день. А дедушка будет осуществлять общее руководство. Ну, мы с дедушкой поддерживаем друг друга. И вам это все обоим нравится? Угу. Одна проблема сейчас – лето заканчивается и скоро в школу. Дедушка подставит плечо и будет кормить уток утром. Вечером после школы Андрей займется птицей сам. Он теперь, как его дедушка-фермер, считает, что не надо бояться мечтать, а нужно учиться и работать. Я желаю всем школьникам долгих каникул, а когда не закончится – хорошей учебы. Субтитры подогнал «Симон»!